Я сел, нарисовал несуществующие работы, сделал из них портфолио и всем показывал. Говорил, я дизайнер, нет смысла идти к миллиону долларов, потому что это самая мудацкая цель, которая в жизни может быть у человека. Никогда не рассказывай больше, чем 10% того, что ты знаешь, в какой-то области. Тогда ты будешь всегда бесконечно интересен. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Привет-привет. Рад всех вас сегодня видеть. Спасибо, что пришли в такой дождливый денечек. Только лето вчера дали, а сегодня уже как будто его назад забирают. Но нам с вами здесь будет тепло и уютно в ближайшие 25 минут. Меня зовут Тёма Лебедев. Это тут, наверное, на экране уже было написано. Я хочу немножко с вами поделиться своими соображениями, которые у меня накопились за первую половину моей жизни. Мне 48 с половиной годиков. Я последние 30 лет работаю дизайнером. И у меня достаточно большое количество достижений. Оно достаточно большое, чтобы быть абсолютно уверенным во всем, что я говорю. Не переспрашивать, не просить ни у кого никакого совета. Никаких авторитетов не признавать, кроме тех, которых я сам выбираю. И быть абсолютно безапелляционным и уверенным в своей правоте. Я это делаю ежедневно, свою правоту излагаю. И сегодня вкратце будет такой вот дайджест моих наблюдений и соображений, которые достаточно, как сказать, они практически попробованы в жизни. Поэтому могу смело их советовать. Те мысли, которые я сегодня вам хочу рассказать. Для начала краткое предисловие о том, почему я такой самоуверенный. Во-первых, у меня 10 детей. Всех возрастов. От 5 до 28. Я рано начал и, в общем, еще не остановился. Так что пока 10. Поэтому я в курсе всего, что происходит. Я всегда знаю все новости, все мемасы. И уже те, которые устарели давно тоже. Застал все-все-все, что было за это время. Поэтому, в общем, достаточно... Это хороший опыт. Управленческий очень хороший опыт. Всем рекомендую. Во-вторых, второе достижение. Я объездил абсолютно все страны мира. У меня в списке их 256. Вот в каждой из них я был. Очень часто, когда я говорю, что я был во всех странах мира, ко мне подходят люди и говорят, и в Сомали был, и в Северной Корее был. Да, был. А также во многих других странах. И Сен-Пьер и Микелон, и Олис и Футуна, и другие названия, которые обычно люди даже никогда не слышали. Поэтому это тоже очень хороший опыт. Очень полезный, очень рекомендую. Не обязательно быть таким упоротым, как я. Это очень скучно, очень тяжело, очень неблагодарно. Достаточно посетить стран 100. Вот 100 стран – это прекрасный план лет на 15-20, который горячо могу рекомендовать. Потому что, скажем, в Африке 60 стран, из них 40 – полное говно, которые вообще нет смысла посещать. Они даже... Ну, нет смысла тратить время. Там все равно ничего нет. Поэтому надо съездить в 100 интересных стран. Это дает очень-очень интересный опыт, понимание того, что, во-первых, везде живут люди, что нет каких-то страшных, ужасных стран, в которых почему-то вот в пределах какой-то политической границы живут какие-то люди особо ужасные. Такого не бывает. Люди везде хорошие. В людей рождаются дети. Дети ходят в школу, родители ходят на работу. Мама заботится о ребенке. Это все нормальная часть жизни, которая происходит в любой стране. Не бывает такой страны, где рождаются дети, и их сразу как-то начинают плохо с ними обращаться. Такого не бывает. Когда поездишь по миру, ты это видишь, ты это понимаешь, и это дает тебе интересную новую перспективу. Что, в общем, не надо отвлекаться на то, чтобы считать, что где-то как-то что-то не так, а надо жить в той стране, в которой ты живешь. Если у тебя получается, если ты владеешь своим собственным языком, в своей собственной стране, в своей собственной культуре, это самое большое преимущество, которое только может быть. Поэтому я всегда, хотя многие меня считают супер-мега-пупер-имперским ватником, я считаю, что Россия это лучшая страна для тех людей, по крайней мере, которые знают русский язык. Россия невероятным образом недооценена, в первую очередь, в самой России. Это удивительно. Потому что, казалось бы, если бы мы жили в другой стране, у нас могли бы быть какие-то стереотипы о том, как русские не такие. Но когда мы живем в России, нам нужно открыть глаза и просто увидеть, что Россия это страна фантастических возможностей, которая, возможно, больше никогда такого окна возможностей, как сейчас, возможно, у нас никогда не будет. Потому что я родился еще, был Советский Союз, с возможностями было херовато. В 90-м году возможностей стало столько, что просто вот, ну, сколько сможешь унести, все твои. И люди этим пользуются, но как-то ограничено. Что для меня странно, потому что у нас в стране нету практически никакой конкуренции, практически ни в какой области. Я не беру сейчас супермаркеты в центре крупных городов, и я не беру природные ресурсы. За природные ресурсы всегда будет война, всегда будет борьба. Типа, почему это моя нефтяная скважина, а не твоя? Вот это все. В такие вещи я не лезу. Я говорю исключительно про интеллектуальные бизнесы. То есть те бизнесы, которые зависят от того, что мы можем у себя в голове вырастить за нашу жизнь. Это самое интересное. Потому что у нас в голове есть нейроны. Нейроны можно тренировать. И дальше это, собственно, самый лучший, самый удобный инструмент, который в жизни можно у себя получить. Это свой собственный думающий, работающий мозг, который взаимодействует с самыми разными ситуациями. Из-за этого, собственно, все и произрастает. Все достижения, все события, все решения, все, что только можно сделать, все оно проходит через мозг. Поэтому главная задача человека – сделать так, чтобы мозг был натренированный, накачанный. Мозг – это мышца. Если им не пользоваться, он атрофируется. Надо его тренировать. Это полезно. Значит, третье достижение. У меня самая большая в России дизайн-студия, которой в этом году будет 28 лет. Это довольно много. Многим из вас здесь в зале еще столько нет. Это приятно. То есть, когда я начал рисовать первые сайты, когда-то это были сайты. Сейчас уже сайтов не осталось. Мы прожили этот цикл, и, по сути, сайты умерли. Потому что сейчас это что-то следующее. Раньше были домашние странички у людей. Сейчас, может быть, они остались только у крупных компаний. А так все пошли в соцсети, все пошли тренировать свой противопоставленный большой палец. Вот это вот все современное. Мы стали потребителями лент. И у меня в дизайн-студии работает 300 коллег, моих прекрасных, замечательных, профессиональных коллег, которым, собственно, я и обязан всем успехам, которые у нас есть. Потому что я не беру в свою компанию людей, которые глупее меня. Если бы я брал людей, которые глупее меня, то, соответственно, тренд был бы пониспадающий. Я бы набрал очень много очень глупых людей. Я был бы среди них самый умный. Ну и, собственно, и все. Я не настолько тщеславен, чтобы быть самым умным среди глупых. Я лучше буду самым глупым среди самых умных. Буду себя чувствовать очень хорошо, потому что когда рядом с тобой есть более умный человек, более знающий, более опытный, более профессиональный, у него всегда есть чему поучиться. Он всегда задает тебе планку, а когда тебе есть к чему стремиться, тогда, собственно, возникает интерес к жизни. Потому что когда не к чему стремиться, соответственно, тогда мы чахнем. Нам нужно, чтобы обязательно у нас была какая-то цель перед собой. Именно поэтому, кстати, всякие ребята, типа вот известных нам американских миллиардеров, они все время ставят перед собой цель, там, полететь на Луну, на Марс, просто в космос летать. Им это нужно не потому, что их как-то очень сильно волнует космос, по большому счету, там нечего делать. Ну, там холодно и пусто. Это все, что мы про него знаем и узнаем в ближайшие миллионы лет. Но когда у них есть такая цель, то вот водитель грузовика какого-нибудь Амазона, который писает в бутылку, потому что у него нет времени остановиться и отлить, даже на обочине у него очень строгое расписание, его за каждую минуту имеют. Он знает, что он работает в компании, руководитель которой собирается полететь на Марс. И у него уже вроде жизнь не такая бессмысленная, он уже не чувствует себя таким, ну, жалким. Вот это такое интересное наблюдение. Можно этим пользоваться, когда есть какая-то цель. Она может быть у человека, она может быть у компании, она может быть у страны. Это всегда очень хорошо. Я вот, например, очень жалею, что у нас в России нет какой-то объявленной цели или идеологии. Ну, скажем, мы знаем, что такое американская мечта. Вот они когда-то придумали и очень много на эту тему всякого всего сделали. А в России у нас нет русской мечты. Хотя на самом деле это не так сложно сделать. Я считаю, что если бы в России было сказано, что Россия – это страна счастья, этого достаточно. Просто мы живем ради счастливой жизни. Не надо думать, что я такой весь прям про-кремлевский или там какой-то еще про-российский. Нет, я просто русский человек, живу в русской стране, в России. Мне здесь очень нравится. Я знаю, что здесь делать. Я вижу, какие здесь потрясающие возможности. И самое главное, здесь конь не валялся. Здесь можно втыкать палку в землю, и из него будет вырастать дерево. Это прям многократно проверено, потому что за эти 30 лет, что я занимаюсь дизайном, и интернетом поменялось примерно все, примерно раз в 10. Начинал я с сайтов, а потом все остальные штуки, все технологии. Только ты что-нибудь выучишь, какую-нибудь технологию или какие-то аббревиатуры новые, или язык программирования, или еще что-то, оно уже через полгода становится неактуальным. И так вот прямо этот темп, он все ускоряется, 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 а как-то же надо все равно дальше жить, и компания все равно растет, и нужно заказы получать, и кормить семьи, и брать новых специалистов, новых профессионалов, потому что есть люди, которые не выдерживают эту гонку, сходят с дистанции. Поэтому здесь можно сказать о том, что очень важно не думать никогда о том, как быть успешным для других, потому что это не важно, нужно просто об этом не думать. Это вещь, которую нужно исключить из своего целеполагания. Нужно думать о том, как стать успешным для самого себя. То есть найти свою нишу, найти свое призвание, найти свое пристрастие, потому что только это позволит тебе прожить интересную, полноценную, насыщенную жизнь. Если ты будешь пытаться жить не своей жизнью, если ты будешь пытаться нравиться тем, кому на тебя все равно, то ты время потратишь. Так, что у меня из уха выпадает-то хрень? Это, кстати, очень удобная штука, в этом году сделали. В прошлый раз, когда я выступал на АМО-ЦРМ, это было самое ужасное выступление в моей жизни вообще ever, потому что я вышел на сцену, не зная, что здесь будет. Я говорю привет, а эхо мне отвечает привет. Я говорю, я говорю, и оно что повторяет, она повторяет. И вот так вот полчаса я должен был слушать сам себя, слушать сам себя, и это ужасно, психологическая просто была пытка. Я справился, есть даже видос ужасный, на Ютьюбе лежит, где не видно, что у меня есть эхо, но оно там есть. Это вот если открыть два окна Ютьюба, и второе сделать с задержкой в полсекунды, можно будет узнать, что я в это время слышал. Короче, сейчас придумали вот такие затычки в ухе, где уже я не слышу с вами эхо. Очень классно. Поэтому могу насладиться общением с вами. Вот, значит, нужно не отвлекаться на то, какой ты там в глазах каких-то еще людей, нужно найти свою собственную нишу. При этом разные люди склонны к разным вещам. Нужно понимать, что есть некие стереотипы того, как наше общество считает, что у нас хорошо, если у нас есть определенное демонстративное потребление или определенный внешний вид, которому мы должны соответствовать, огромное количество людей тратит на это чуть ли не половину своей жизни, чтобы выглядеть в Инстаграме вот так, как надо, чтобы поставили лайк. Это очень большое заблуждение и очень пустая трата времени. Оно того не стоит. Если очень хочется, ну, можно 5% своего времени на это тратить, просто зная, что какие-то внешние признаки люди будут всегда замечать. Но вообще не надо отвлекаться на это. Нужно просто найти свое призвание, которое может быть каким угодно. Есть люди, у которых на столе бардак, а есть люди, у которых на столе чистая поверхность. Самое главное, не отвлекаться на то, как у других людей. Если тебе нравится, что у тебя на столе бардак, у меня на столе чудовищный бардак. И у меня на компьютере весь десктоп завален иконками. У меня лежит 300 иконок. Есть какие-то педанты, которые любят искать свои файлы через поиск. Им, конечно, это невыносимо и больно. Они смотрят, им плохо. Мне совершенно все равно. Но если даже будет опубликовано миллион исследований, где будет сказано, что люди, у которых захламлен десктоп, они там интеллектуально неполноценные, да мне насрать. И самое главное, что это подходит мне. Если пользоваться тем, что подходит тебе в любых областях. Ну, надо, разумеется, мы соблюдаем нормы, так сказать, мы живем в обществе, мы должны понимать, где какие границы, надо знать правила, и потом уже, зная правила, понимать, в каком месте можно их немножечко игнорировать. Ради своей собственной выгоды. Но понятно, что если мы слишком сильно будем думать только о себе, мы станем асоциальными, это тоже нехорошо. Поэтому нужно понять, в каком месте мы не мешаем другим и дальше вкладывать только-только в то, что тебе нравится. Вот ты любишь работать ночью? Работай ночью. Ты любишь, например, фрагментировать свои дела, делать по две минуты каждого дела подряд, там, сто дел в течение дня? Да ради бога. Тебе напишут миллионы исследований, что это все неправильно, нужно уехать в лес, сделать цифровой детокс, там, отключить мобильный телефон. Да полная херня. Хочешь сидеть с утра до вечера, тупи в мобилу. Вообще ничего не случится. Если тебе это подходит, если это дает тебе что-то, если ты движешься, если ты на следующей неделе стал лучше, чем был на прошлой, все, тебе совершенно не важно, как это оценивает общество. Просто не обращай на это внимания, просто не отвлекайся. Второе соображение про то, почему люди иногда себя пытаются принудить, скажем, мне иногда пишут родители детей, пишут, вот у меня там ребенок, ему там 12 лет, мне кажется, что у него есть талант дизайнера, как ему стать дизайнером. Я даю всегда один очень простой совет, пусть ребенок подойдет к холодильнику, откроет его, найдет там продукт без этикетки, и нарисует этикетку. И родители такие, ну, это как-то не так интересно, мы думали, что ты сейчас нам что-то посоветуешь, или какой-то на этот курс пройти, или еще что-то сделать. Нет, не надо, потому что все начинается, для того, чтобы начать заниматься любой деятельностью, не нужно вообще никаких вложений. Возможно, ну, я не знаю, есть какие-то очень дорогие виды деятельности, наверное, построить синхрофазотрон, это очень дорого, но детям его и не строят. Можно прийти на готовый, можно проситься на экскурсию. В любой профессии, в любом стартапе, кстати, очень частое заблуждение, такой стереотип, что если у кого-то стартап, то там должны быть куплены новые компьютеры, новая мебель, и у всех должны быть охеренные зарплаты. Непонятно с чего при этом. То есть почему каким-то людям, которые просто вдруг собрались, надо платить большие зарплаты? Не почему, надо ноль платить, пусть они пока посидят. У них какой-то есть запас еще оставшийся. А мебель можно взять на помойке, или купить на авито, или просто там пойти в каворкинг посидеть. Новый компьютер совершенно точно не нужен, потому что если ты не можешь на старом сделать то, что ты обещаешь, значит тебе никакой компьютер не поможет. Поэтому любому стартапу я бы давал ноль рублей. Типа вы стартап, вот и стартапки. И сам всегда все свои бизнесы, все свои начинания, все свои направления делал именно так же. Я просто считаю, что очень важно поэкспериментировать, просто за две копейки быстро накидать, широкими мазками. На салфетке можно рисовать. Для этого не обязательно покупать какой-то там дорогой монитор, дорогие штуки всякие. Сейчас, ой, водичка. Чем хорош микрофон, который в руке, а не вот эта хрень, которая из головы растет, как у кассирши или у охранника, тем, что можно его отвести в сторону, рыгнуть и продолжить речь, никто не заметит. А у остальных надо слушать все, что у них там есть. Вот, короче, надо просто пробовать любые виды деятельности, любые пересечения, любые применения себя к любой ситуации. И это даст, собственно, тот самый необходимый ответ, когда поймешь, это тебе свойственно или нет. Потому что есть люди, которым нужна динамика, есть люди, которые, наоборот, хотят сидеть на месте. Есть люди, которые хотят делать 20 дел в день, есть люди, которые делают одно. Надо понять, какое для тебя подходит, какой набор вещей, и стремиться к тому, чтобы находить такие работы, такие виды деятельности, такие компании и для себя, и для других, которые соответствуют вот этим твоим умениям. Потому что если ты будешь делать то, что тебе не свойственно, то это всегда будет через жопу. Это всегда будет плохо, мучительно. Мы знаем таких людей, иногда вот они встречаются, когда таксист за 150 рублей везет четверых мужчин на расстояние в 2 километра, у него на лице все написано. Он понимает, что он стоит дешевле, чем троллейбус, и ему очень грустно от того, что он оказался в этой ситуации. Но тогда не работай таксистом. То есть если тебе это настолько невыносимо, если ты не получаешь удовольствие от того, что ты сделал людям удобно и телепортировал их на 2 километра, просто не занимайся этим, занимайся чем-то другим. Чего многие люди по какой-то причине не понимают. Им кажется, что можно вот как бы поднажать куда-то, где вроде как другим людям успех доставался, и тебе тоже успех достанется. А это очень большое заблуждение. Потому что успех, самое глупое, кстати, в чем можно измерять успех, это вот обычно всякие мотивационные спикеры вот эту всю хрень всякую затирают про то, как сейчас ты разбогатеешь, у тебя будет миллион долларов, там тыры-пыры. Во-первых, никогда не будет. Во-вторых, нет смысла идти к миллиону долларов, потому что это самая мудацкая цель, которая в жизни может быть у человека. если хочешь поставь цель, поставь себе миллиард, или поставь себе один миллион, там, 158 тысяч, 142 доллара и 13 центов. Это тоже отличная цель. Почему нет? Почему надо ее округлять? Реальность, она не такая ровная, не такая гладкая, она не пилится с помощью эталона метра, поэтому совершенно необязательно это должен быть какой-то ровный кусок. Это может быть все что угодно. Но глупость с целью в миллион долларов заключается в том, что когда ты идешь к этой цели, может быть, она вообще тебе не нужна, может быть, это не в этом твое предназначение в жизни. Может быть, у тебя твое предназначение посадить миллион деревьев, или иметь миллион лайков, или собрать миллион подписчиков. У меня, кстати, на YouTube был миллион подписчиков, и как только они у меня случились, YouTube через два дня мне канал стер. Вот это успех, я считаю. Я не шел никогда, у меня не было задачи обязательно собрать миллион подписчиков. Это просто производное от того, что я каждый день делал работу. А секрет главный заключается в том, что нужно, вообще отличие профессионала от непрофессионала, нужно просто каждый день делать одно и то же. Просто каждый день херачить, это довольно скучно, довольно утомительно, поэтому нужно найти такое занятие, которое тебе подходит. Делать, ну, допустим, даже читать, листать ТикТок целый день, это тоже занятие, оно не всем подходит, но если у тебя получается, надо это делать. Если ты это делаешь часто, у меня, кстати, на ТикТоке 2 миллиона подписчиков, его не стерли. И, кстати, можно подписаться на все мои соцсети, а я из каждого утюга вещаю, я там везде, тема лебедев, в одно слово. И в Инстаграме, и в ВК, у меня теперь это основная площадка для видео, ну, и дальше со всеми остановками, и в Телеграме, разумеется, тоже. У меня блог, в котором я последние 20 лет пишу три раза в день, это тоже вот такой ритм, когда делаешь что-то много-много-много раз подряд, в какой-то момент ты становишься уже вроде как специалистом в этой области. И, соответственно, тебе начинают доверять, тебе начинают приходить, тебе начинают прислушиваться, хотя, в общем, начальные условия у всех людей абсолютно одинаковые. Самое главное просто пользоваться тем, что у тебя получается. Есть люди, которым тяжело писать три раза в день, ну, значит, просто не надо себя мучить. Про общение с людьми хотел бы сказать два слова. Общение с людьми – это самая вообще важная вещь на свете, какая только есть. Это человек, он про коммуникацию с другими людьми. И для того, чтобы достичь хоть какого-либо успеха в любом значении этого слова, просто быть интересным собеседником, просто чтобы с тобой хотели работать, чтобы хотели тебе давать заказы, чтобы у тебя, ну, какая-то была связи, какие-то валентности с другими людьми, нужно прокачивать навыки коммуникации. Начать можно с очень простого. Я всегда даю такой совет менеджерам, которые приходят к нам на работу. Самый главный секрет любых переговоров, когда ты приходишь на встречу к заказчику, тебе заказчик спрашивает, чай или кофе. Абсолютно неважно, хочешь ты чай или кофе или нет, ты должен сказать да. Потому что, когда тебе что-то предлагают, соглашайся, людям очень, это мини-вежливость, это мини-знак внимания, такой же, в общем, необязательный, ничего глобального в жизни не значащий, как, скажем, рукопожатие. Но если мы не пожмем руку, которую нам протянули, то дальше, в общем, общаться не о чем будет. Понятно, что в этом месте это самое большое оскорбление в жизни, которое можно нанести человеку. Хотя ничего не случилось, подумаешь, руки пожали. Поэтому, когда предлагают чаек, кофеек, а еще, не дай бог, печеньку, или там, вот, а у меня там теща варенье сварила, не хотите ли, обязательно. Пусть дают печенье, пусть дают варенье. Никто не заставляет это все доедать, можно просто попробовать. Но тот, кто этого не делает, тот никакого успеха, ни на каких переговорах никогда, естественно, не достигнет, потому что это лежит в основе человеческого общения. Люди довольно просто устроены, довольно чутко реагируют на то, что им нравится, не нравится. Поэтому, если немножечко пообращать внимание, вообще, как с людьми взаимодействовать, то в какой-то момент выяснится, что если с тобой приятно иметь дело, то тогда у тебя шанс на то, что с тобой будут иметь дела, очень высокий. А если ты говноед, то, соответственно, не удивляйся, что люди тебя обходят стороной. Еще одно полезное правило. Я его называю правило 10%. Никогда не рассказывать больше, чем 10% того, того, что ты знаешь в какой-то области. Тогда ты будешь всегда бесконечно интересен. С тобой можно будет много раз встречаться, ты каждый раз будешь рассказывать что-то следующее, и будет ощущение, что ты знаешь много. Если ты выдал сразу все, что ты знаешь до конца, о чем с тобой говорить в следующий раз, ты уже все рассказал. Поэтому не нужно никогда рассказывать все, что ты знаешь. Побереги, пригодится в каком-нибудь следующем случае при следующем разговоре. Следующая вещь. Нужно не бояться принимать участие в проектах, которые считаются невозможными. Таким образом, у нас в портфолио появились почтовые ящики для Почты России. Таким образом, у нас появилась схема метро московского. Такие билеты для РЖД. Каждый раз, когда вы сейчас покупаете билет на поезд в РЖД, вам выдают билет с нашим дизайном. Это проекты невозможные. Все остальные дизайнеры страшно, чудовищно ревнуют, говорят, почему опять этому хрену достался этот заказ, как так можно. Он там как-то, наверное, специально где-то кому-то отлизал, для того, чтобы это дело получить. При том, что под лежачий камень вода не течет, и ленивую собаку на охоту не несут. Нужно просто хотеть делать амбициозные проекты, и тогда они будут получаться. Никакого другого секрета нет. Нужно просто идти в эту сторону. Просто сказать, я хочу заниматься тем-то. И самое главное, когда ты решил чем-то заниматься, понятно, что у тебя сходу нет никакого заказчика. Докажи, что ты имеешь отношение к этому. Просто сделай работу мифическую. Сделай портфолио из несуществующих работ. Я в свое время начал именно с этого. Я сказал, что я дизайнер. Ну и мой самый первый к себе же был вопрос. Окей, ты дизайнер, а где твои работы? Я сел, нарисовал несуществующие работы, сделал из них портфолио и всем показывал. Говорил, я дизайнер. Но люди смотрят, им нравится. Они говорят, давай мы тебе закажем. Давай. И так постепенно я заменял-заменял работы. И сегодня, кстати, у нас юбилейный день, в нашем портфолио ровно пять тысяч работ. Это не хер моржовый, я вам скажу. Это надо много лет делать. Пять тысяч работ, это прям очень серьезно. Ну и самое главное соображение, которое я за все эти годы попробовал, самые разные виды бизнеса, самые разные направления, перейдя через все кризисы, пандемии, всю хрень, которая мешает жить, работать и так далее, на самом деле нужно никогда не опускать руки, нужно всегда работать. Вот, скажем, вот YouTube стирает у меня канал, у меня, по-моему, уже седьмой канал они стирают. То есть я у них вражина номер один, потому что я говорю правду. Их это дико бесит, плющит, потому что, ну, нельзя. Другого способа, кроме как физически меня стирать, у них не существует. Поэтому они стерли один канал, я тут же завожу второй, он залетает, они его стирают, я еще один завожу. И, в общем, я не устану создавать каналы, сим-карты никогда не кончатся. Буду регистрировать все время. Самое главное, не думать о вечности. Потому что если ты начинаешь жить для вечности, если ты думаешь, сейчас я сделаю компанию, которая проживет сто лет. Это абсолютно бессмысленная цель. Она, во-первых, не проживет, ничто так долго не держится. Во-вторых, не надо отвлекаться. Может быть, гораздо интереснее сделать компанию или какое-то направление, или начинание, которое проживет год или месяц. Это может быть проект, это может быть даже просто вечеринка на один день. Даже вот такое вот собрание. Вот конференция не длится год, она длится день. И это очень классно, потому что она оставляет приятное впечатление. Это момент, где можно встретиться с интересными людьми, послушать какие-то мысли. И это не обязательно вложение в вечность. То есть нужно не отвлекаться, не нужно считать, что мы сейчас тут сидим, и уже нужно заказывать гранитные плиты для того, чтобы, значит, наше величие здесь как-то увековечит. Не нужно не отвлекаться, нужно не бояться, как с едой. Еда – это вещь, которая доставляет максимальное удовольствие. Мы едим ее каждый день. Если мы красиво накрыли стол, положили салатики, съели, то, что осталось, оно не очень фотогенично, но зато нам кайфово. И вот точно так же нужно относиться к любой работе, к любому проекту. Мы вот собираемся в интересной, хорошей обстановке, с приятными людьми, в хорошей атмосфере, получаем удовольствие, ну и все. Потом мы идем к чему-то следующему. К бизнесу нужно относиться точно так же. Это не страшно. Это очень хорошо и просто. Не нужно думать какими-то капитальными конструкциями всегда. Не нужно думать про вечность. Ну и самое последнее, что я хотел бы сказать. Очень важная вещь. Никогда не надо работать бесплатно. Нужно всегда за свою работу брать деньги. За любую работу. Я не беру те вещи, что дети должны бесплатно выносить мусор в доме. Для этого не надо платить. Это нехорошо. А вот за все остальное, если дети будут выносить мусор у соседа, только за деньги. Обязательно. Можно сделать абонентскую плату. Сосед выставляет свой мешок, там за 100 рублей в день ребенок будет выносить его до мусорки. Отлично. Он научится зарабатывать деньги, поймет, что деньги стоят. Всегда называть цену за свою работу. Только это залог успеха, только это залог экономики, только это движение вперед. Потому что деньги – это такой классный эквивалент наших усилий. Дальше бесконечная тема, о которой я могу рассуждать уже, когда нормально мне дадут время, не 25 минут, а 25 часов. Это вопрос ценообразования. Как только ты научишься, как только ты найдешь в жизни свой путь, поймешь, что тебе нравится, в этот момент ты начинаешь нащупывать ценообразование. Когда ты найдешь ту цену, которая соответствует ожиданиям людей о том, сколько тебе можно заплатить, и когда ты понимаешь, что ты достаточный профессионал, чтобы эту цену попросить, когда вы будете встречаться в этой точке и все будут получать сбалансированное удовлетворение, тогда наступит самое большое счастье на свете. И это та точка, которую тоже нужно искать всю жизнь, потому что она так же нестабильна, как и все остальное, что нас окружает. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»